Как уже сегодня очень много говорили, классификация и определяет нейроэндокринных опухолей и их дальнейшее лечение. Что касается лечения именно эндолентных опухолей, то преимущество, например, что я буду говорить именно о G1 и, может быть, частично затрагивать G2. Так, сейчас я просто не могу понять, как это переключать, честно говоря. Значит, что касается вообще основных методов лечения эндолентных опухолей, как уже сегодня говорила Гульфия Микрадовна и Рашида Вахидовна, то в основном это аналоги самотостатинов. Мы видим, что история вообще лечения нейроэндокринных опухолей началась в 70-х годах, когда впервые были открыты рецепторы самотостатина, когда появились первые сообщения о влиянии на карциноидный синдром самотостатина. И уже в 80-х годах был впервые синтезирован актриотит. Он был использован в практике для лечения карциноидного синдрома, потом появился ланреатит. Но, как мы на сегодняшний день знаем, мы можем использовать эти препараты в том числе и для получения даже иногда частичных ответов. И, конечно, очень важно было открытие именно пяти типов рецепторов с антостатином. Что же у нас получилось? Терапия для пациентов с распространенными эндолентными нейроэндокринными опухолями, одобренная FDA, в наше время у нас имеется актриотит, ланреатит и интерферон. И вот, как Кришда Лахидовна говорила, это комбинация аналогов самотостатинов вместе с интерферонами. И один препарат, который не одобрен FDA, но в то же время он также влияет на рецепторы самотостатина, это посериотит. И что интересно, это то, что эти препараты относятся к гормонотерапии и их относят к лечению высоко дифференцированных опухолей и для лечения карцинольного синдрома. Несмотря на то, что мы говорим о лечении эндолентных опухолей, даже для опухолей с высокой степенью дифференцировки, например, G3, у пациентов, у которых имеется карцинольный синдром, тоже можно добавлять ингибиторы актриотида для лечения опухолей. И лечение проводится до прогрессирования неприемлемой токсичности. И что интересно, вот мы видим влияние на выживаемость в ЭРУ до использования аналогов самотостатинов и при их появлении. Мы видим, что медиана выживаемости изменилась с 18 до 39 месяцев у данной группы пациентов. И вот что интересно, актриотит и ланреатит, они связываются преимущественно с рецепторами 2-го и 5-го типа, тогда как аналоги с эндостатиной самого истинного связываются с рецепторами всех 5-ти видов. Какой же механизм, я не буду останавливаться на именно воздействии на карцинольный синдром, а какой же механизм противоопухолевого действия, то есть антипролиферативного. Это прямой рецептор зависимый и косвенный рецептор независимый путь. Прямое – это ингибирование клеточного цикла, это ингибирование факторов роста и стимуляция апоптоза. Косвенный рецептор независимый – это воздействие на факторы роста и торможение, высвобождение гормонов, это влияние на иммунную систему и торможение ангиогенеза. Противоопухолевая активность описывалась, как я уже говорила, с 80-х годов. Это были только клинические наблюдения. В 90-х годах появились данные о частичных регрессах при воздействии аналога статинов. И было проведено два рандомизированных исследования, но доказательная активность была у них низкая. И в 2000-х годах провели два больших рандомизированных исследования третьей фазы с высоким уровнем доказательности противоопухолевой активности аналога самостатинов. Что интересно, что концентрация этих препаратов в крови может зависеть от индекса массы тела, от пола, от сопутствующей терапии и от статуса опухоли, а именно от опухолевой нагрузки и степени распространения опухоли. Ну и аналоги с антостатиной используются в основном для контроля симптомов, а именно для лечения карциноидного синдрома и для антипролиферативной активности, то есть противоопухолевой целью у пациентов с КИ-67 до 10%. Это для опухоли G1 и G2. Ну и вот эти два исследования, которые сравнивали использование плацебо и актриотида и использование ланреотида и плацебо, было показано, что ланреотид превышает противоопухолевую активность по сравнению с актриотидом при изучении времени до прогрессирования. Что интересно, ланреотид оказывает достаточно быстрый и длительный контроль за симптомами карциноидного синдрома и при этом, что интересно, даже при отсутствии эффекта на актриотид, при переходе на ланреотид, мы также можем получить у пациентов контроль карциноидного синдрома и контроль за опухоли. Ну и вот при сравнении этих двух исследований, что интересно, для ланреотида было показано, что у пациентов даже с большим поражением печени по сравнению с актриотидом ланреотид также продолжал хорошо работать. И ланреотид, в свою очередь, продемонстрировал большую эффективность лечения нейроэндокринных опухолей. Мы видим значимое снижение медианной выживаемости как непосредственно в первом контроле, так и при продолжении терапии, даже при возобновлении симптомов карциноидных с увеличением дозы. Мы видим, что ланреотид демонстрирует достаточно большое увеличение медианной выживаемости у пациентов. Что касается таргетной терапии, уже обсуждали, это основные препараты Иверолимус и Сунитениб, которые также используются до прогрессирования или неприемлемой токсичности у пациентов G1 и G2. Имеются другие препараты, которые… Это аромоцерумаб, нендотонид, сульфаниламиды, афлиберцет, токситиниб. Эти все препараты проходят испытания сейчас второй и третьей фазы для пациентов индолентными формами. Иммунотерапия, к сожалению, которую мы активно используем, чекпоинт-ингибиторы, не показали какого-либо значимого ответа для пациентов индолентными нейроэндокринными опухолями. Но мы все активно используем интерферон, который тоже, в свою очередь, можем отнести к иммунотерапии. Но дальнейшие исследования по изучению чекпоинт-ингибиторов продолжаются. Химиотерапия для пациентов с индолентными формами не рекомендуется. И вот то, что говорила Гульфия Медхатовна, даже при большой опухолевой нагрузке, но при этом это G1, то проведение химиотерапии все равно для этих пациентов не рекомендуется. Если у пациентов возобновляется карциноидный синдром, или мы видим продолжающийся рост опухоли, как одно из аналогов с андостатина, что может оказать положительное влияние и помочь дальше контролировать заболевание без смены линии терапии. При этом было проведено исследование ланреотида, который назначался после использования актреотида. То есть было показано, что возможен безопасный переход с актреотида на ланреотид у пациентов либо без прогрессирования заболевания, либо с ухудшением состояния, но с целью дальнейшего контроля заболевания. И мы видим, что назначение ланреотида после актреотида дает медиану выживаемости порядка 15 месяцев. И действительно, мы видим, что достаточно хорошо удается контролировать карциноидный синдром, такие симптомы, как боль в животе, диарея, приливы, тошнота или отсутствие аппетита. При этом, вот то, что говорила Рашидов Ахидовна, хирургическое лечение, оно является оправданным. Даже если отмечается прогрессирование заболевания в виде роста одного или двух очагов, удаление именно этой опухолевой массы, оно может дать положительное влияние на медиану выживаемости и, конечно же, купировать те симптомы, которые могут появляться. Возможно проведение резекции даже Р1. Но желательно, если мы проводим хирургическое лечение по поводу очагов печени, остаток объема функционирующей печени должен быть более 30%. Возможно использование других методов, таких, например, как химиоэмболизация, радиочастотная абляция, идут исследования по комбинации аналогов с андостатином вместе с таргидной терапией, например, актреотид вместе с оверолимусом или сунитениб вместе с актреотидом. Также идет изучение комбинаций даже для индолентных опухолей, например, вот мы видим актреотид ЛАР вместе с капицитабином, опять, с перурацилом или томоколамидом. Ну и мы знаем, что аналоги с андостатинов назначаются для пациентов с индолентными нейроэндокринными опухолями, могут назначаться как с функционирующей, так и не функционирующей опухоли. Мы видим, что по рекомендациям это актреотид либо ламлиотид, это касается как для опухолей желудочно-кишечного тракта, так и для нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы. Ну и вот основные моменты для контроля болезни индолентных нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта это аналоги с андостатином. То, что у нас не зарегистрировано, это лечение радионуклидными пептидами, и у нас тоже была пациентка, которой нам очень хотелось назначить терапию, мы ее отправляли на консультацию в РОНС, может быть, они нам что-то посоветуют, но действительно в Российской Федерации эта терапия не проводится, а возможности провести ее за рубежом у пациентки не было. Это таргетная терапия, это интерферон, это использование локальной терапии, и системная терапия для пациентов с андолентными формами не используется. Ну и вот это одна из наших пациенток, у которой заболевание началось с потери сознания, повышения артериального давления, покраснения лица. Это началось за два года до выявления заболевания. Она периодически теряла сознание на улице, падала, доставляла в городские стационары города. Также в 2015 году у нее во время стрессовой ситуации также были эпизоды повышения давления и потери сознания. Пациентка наблюдалась у эндокринолога, у невролога. Считалось, что эти симптомы могут быть связаны с травмами головного мозга, которые она получала при потере сознания. И в итоге пациентка к нам попала на лечение после нахождения в психоневрологическом диспансере. Ей было выполнено контрольное обследование, КТ брюшной полости, МРТ головного мозга. В головном мозге никаких изменений выявлено не было. А по данным компьютерной томографии было выявлено образование в брыжейке тонкой кишки в 54 на 23 мм. Была выполнена биопсия, и это оказалась нейроэндокринная опухоль G1 с индексом пролиферативной активности 2%. Мы видим, что у нее очень высокий гормональный фон, высокий уровень серотонина. Пациентке сразу была назначена терапия триатит с антрофероном, который она получала с октября 2016 года по август 2017 года. То есть практически 2 года заболевание было стабильно, но при этом на фоне стабильной клинической картины по данным компьютерной томографии у нее возобновились приступы. И мы видим уровень серотонина. Изначально у нас был 900, а когда у нее снижался потом до 400, когда возобновились приступы, уровень серотонина был уже 1346. Ей увеличили дозу актриотида в 2 раза и продолжили терапию интерфероном. Ну и, к сожалению, приступы через год возобновились. Было сделано позитронно-эмиссионное исследование, где отмечалось увеличение очагов печени в пределах стабилизации. И здесь мы решили перейти с актриотидом на ламреатит. Ну вот, как вы видите, это октябрь 2019 года, но, к сожалению, ламреатит не оказалось из такого хорошего эффекта, как мы думали. Либо доза была его недостаточно, потому что все-таки доза актриотида у пациентки была двойная. И мы вернулись с ней на актриотит. И сейчас у нее сохраняется стабилизация заболеваний. А это вторая пациентка. Тоже достаточно интересная история. Ей был поставлен изначально рак слепой кишки с метастазами в большой сальник канцероматоз. Была выполнена палиативная правосторонняя гемиколоктомия и назначена диванка-капицитабин. Пациентка пришла к нам, был пересмотрен гистологический материал, и это оказалась нейроэндокринная опухоль G1. И у пациентки в августе 2017 года прогрессирование заболеваний и также был назначен актриотид с антрофероном. Но, к сожалению, здесь не так хорошо все развивалось, как у первой пациентки, поэтому в качестве второй линии была назначена терапия с утентом. Потом перешли на терапию интерферон, афинитур, извините, пожалуйста, продолжили актриотид, потому что сохранялся карциноидный синдром. И несмотря на то, что это G1, опухоль продолжала расти, и мы попытались провести химиотерапию, но это, естественно, не увеньшалось успехом. А в настоящий момент мы перешли на монотерапию аналогами с антостатином ланреатидом. Назначили мы в ноябре 2019 года. В настоящий момент сохраняется стабилизация заболевания и карциноидный синдром пупирова. Это организации, которые занимаются изучением и лечением нейроэндокринных опухолей. И на этом спасибо за внимание. Если есть у кого-то какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Продолжение следует...